Дальний Восток РЖД рассказали об инфраструктуре для грузовых перевозок и цифровых технологиях. Мы всех ждем, мы открыты и всем, конечно же, обеспечим работу, кто хочет связать свою жизнь с российскими железными дорогами и с транспортом, конечно же. 1 сентября – начало нового учебного пути для тех, кто выберет потом путь железный. Данный процесс протекает 4 раза, то есть 4 раза заражается куриный эмбрион штаммом. В России стартовала прививочная кампания против гриппа, как делают вакцины и чем от вирусов будут защищать железнодорожников в нашем репортаже. А также… Мы договорились, что мы должны вернуть чистую экологию, природу Байкала. Танхойская верста. На Байкале появилась новая экологическая тропа для туристов. Это инициатива российских железных дорог. Как развивать Дальний Восток помогут цифровая трансформация и строительство инфраструктуры. В центре внимания на неделе был остров Русский. Там на Восточном экономическом форуме собрались политики, бизнесмены и эксперты из разных стран, чтобы обсудить возможности региона. Мероприятие, как раз на сессиях, посвященных инфраструктурным проектам, логистике и цифровым технологиям, приняли участие представители российских железных дорог. Их выступление выслушала моя коллега Жанна Мясникова. Дневник форума в ее репортаже. Три дня страна жила не по московскому времени. Центр России сместился сюда, на Дальний Восток. Здесь начинается новый день и зарождаются самые смелые проекты. Восточно-экономический форум снова собрал всех тех, кто верит, что будущее невозможно без развития этих территорий. При этом Дальний Восток невозможно дальше развивать без модернизации железнодорожной инфраструктуры. Это не только транспортная доступность для пассажиров, но и транзитный и экспортный потенциал для грузов. Железные и автомобильные дороги, морские порты Дальнего Востока сегодня обеспечивают значительную часть международной торговли России. И мы работаем над расширением их возможностей, над развитием магистральной инфраструктуры. Прежде всего, увеличиваем пропускную способность БАМа и Транссиба. И сейчас наша задача реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах. Надеюсь, что мы это, безусловно, исполним. Одну из первых сессий форума посвятили тарифам на перевозки товаров и снижению транспортных издержек. Для РЖД порядка 70% грузов на восточном полигоне приходится на уголь. Вопрос тарифов здесь связан с тенденцией перехода развитых стран на новые источники энергии. Сложившаяся ситуация, вероятно, нас подталкивает к тому, что тарифные решения должны быть изменены. Поскольку у нас перекрестное субсидирование, и некоторые коллеги справедливо говорят, почему мы платим больше. Давайте привяжемся к какой-то цене, поднимем убыточные грузы, снизим высокодоходные и создадим дополнительные условия для развития малого бизнеса, перевозки, среднего бизнеса, высокодоходного. Мы с такой позиции согласны. Что касается инфраструктуры для транзита через Дальний Восток, то здесь говорили о том, что транспортная отрасль должна предлагать различные варианты развития, предвосхищая рост объемов перевозок. Сегодня становится важным вопросом именно в Приморском крае объединить все порты в единую транспортную инфраструктуру. В первую очередь это позволит быстро перемещать грузы совершенно по-другому и удобно выстраивать логистику. И вот, кстати, логистику назвали на ВЭФе новой нефтью. Есть ли у нее потенциал дать такие же прибыли, как и природное сырье, или даже стать более доходным источником для бюджета страны, специалисты пока затрудняются сказать. Все потому, что сейчас Россия находится только на 75-м месте из 167 стран мира по индексу эффективности логистики. Железнодорожники предпринимают эффективные меры, чтобы изменить ситуацию. Одна из них – цифровизация перевозочного процесса. Наш совместный с ФЕСКО проект, который мы реализовали, система «Интертран», которая как раз позволяет нам вот эти все таможенные, портовые операции, железнодорожные операции, прямоздаточные, максимально сократить. Те операции, которые раньше занимали при перевозках, например, из Японии из Кореи, при передаче на российские железнодороги 4-5 дней, сегодня это все можно делать в течение нескольких часов. Только за 2021 год РЖД перевезли более 20 тысяч контейнеров, и все они были оформлены в электронном виде. Холгингу удалось полностью уйти от бумажной накладной. Помимо колоссальной экономии времени, цифровые технологии помогли спасти порядка 20 тысяч деревьев. По площади это парк «Сокольники» в Москве. Цифру тиражируют и на инфраструктуре соседних государств – в Белоруссии, Казахстане и Финляндии. Транспортные компании из других стран, в том числе глобальные, также хотят сотрудничать с Россией. Нам нужно развивать новые производственные мощности, например, в России, которые будут иметь огромное значение для всего мира. Новые технологии и даже искусственный интеллект – все это позволит стабилизировать производственные цепочки поставок, которые не смогут быть разрушены даже пандемией. Еще одна возможность для развития региона – туризм. РЖД предлагает в этом направлении не только транспортную доступность, но и отраслевую медицину. На сегодняшний день 62 клиники в системе РЖД работают с иностранными пациентами. В 2019 году больше 46 тысяч иностранцев получили медицинские услуги в железнодорожных клиниках. Сейчас медики активно внедряют обратную связь с потенциальными пациентами из-за границы. В первую очередь, то, что мы сейчас делаем, это перевод наших сайтов. Для Дальнего Востока, наверное, это все-таки языки еще и Китай, Япония. Для других регионов это, в первую очередь, английский язык должен быть доступен. Второе – это действительно возможность получения обратной связи или обращения на английском языке. Вскоре железнодорожники откроют в Хабаровске российско-японский медицинский центр. Высокотехнологичная помощь будет доступна не только работникам отрасли, но и населению по ОМС. Это принципиальный вопрос. Первые пациенты смогут записаться на прием уже в марте будущего года. Проект был инициирован в 2017 году и находится на контроле у Министерства экономического развития Российской Федерации и у Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Сегодня там проводятся ремонтные работы, происходит полная реконструкция здания, в результате которой площадь здания увеличится с 2,5 до 4,5 тысяч квадратных метров. Мы идем в графике производства работы и окончание ремонтных работ запланировано на конец этого года. Шестой Восточноэкономический форум завершил свою работу, дав мощный импульс новым проектам и определил дополнительные векторы для тех, которые уже реализуются. Жанна Мяснякова, Сергей Гришков, РЖД-ТВ, Владивосток. В середине недели в школах, вузах, техникумах по всей стране начался новый учебный год. Ко дню знаний 1 сентября приурочено еще одно крупное мероприятие, которое одновременно проходит в разных городах страны. Ведущие политики, бизнесмены, врачи, деятели культуры и спорта принимают участие в просветительском марафоне «Новое знание». Послушать их лекции о профессиональной сфере деятельности можно было, кстати, и на площадке Восточного экономического форума. Среди представителей деловых кругов глава РЖД Олег Белозеров. Он рассказал, как железные дороги влияют на развитие экономики России и будущей страны. История показывает, что железные дороги – это проводник научно-технического прогресса. Железные дороги не только меняются сами, но и меняют экономику, страну, культуру, уклад жизни, миллионов людей. Расширение магистральной сети, улучшение ее качества обеспечивает развитие регионов и целых областей производства. Люди становятся более мобильными, потому что им проще перемещаться по стране. В конечном счете повышается привлекательность российской экономики для инвестиций. У нашей страны уникальное географическое положение. Задача компании заключается в том, чтобы реализовать транзитный потенциал. Быть железнодорожным мостом, связывающим западную и восточную части Евразийского континента. Первое сентября – это праздник не только для первоклассников. В железнодорожных школах и университетах его всегда отмечают очень торжественно. У каждого учебного заведения есть свои традиции. Одна из них общая для всех. В этот день принимают гостей из РЖД. Так, в гимназию Российского университета транспорта, которая в этом году открыла двери для полусотни учеников, пришел начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Георгий Геворкян. Вместе с первым проректором университета Владимиром Тимонином они помогли первоклассникам посадить во дворе кленовую аллею и дали напутствие будущим выпускникам. Желаю вам хорошо пройти испытания, которые у вас будут весной, и, конечно, мы всех старшеклассников и младшие классы, а особенно старшеклассников, ждем в нашей большой дружной компании, где у нас молодежи работают более двух с половиной тысяч. А в Петербургском университете путей сообщения, чтобы поздравить друг друга с началом занятий и зажечь огонь знаний, в сквере Юсуповского дворца собрались около двух тысяч первокурсников. Лучшим же студентам старших курсов и аспирантам вручили именно и стипендии от РЖД. Мы поменяли полностью всю материальную базу, мы поменяли многие программы, появились новые профессии и новые возможности для студентов. Сейчас идет полностью цифровая трансформация нашей отрасли, и это одно из направлений, которое будет работать и сейчас, и в будущем. Уральский государственный университет путей сообщения в День знаний принял более четырех тысяч первокурсников. На митинге под звуки оркестра подняли флаг вуза, передали ключи знаний от студентов старших курсов. Будущим железнодорожникам лекцию о пассажирском блоке прочитал заместитель генерального директора РЖД Данит Репегов. Компания большая, все профессии, которые, наверное, и есть вообще в тарифно-коллиционном справочнике, на железной дороге представлены. Поэтому мы всех ждем, мы открыты, и всем, конечно же, обеспечим работу, кто хочет связать свою жизнь с российскими железными дорогами и с транспортом, конечно же. В России на неделе стартовала прививочная кампания против гриппа. РЖД планово прививают сотрудников каждый год. В осенне-зимний сезон от вирусных заболеваний защитят 60% работников кампании. Это почти 500 тысяч человек. РЖД медицина заранее закупила вакцины, эффективные от штаммов, которые могут распространяться в этом году по прогнозам ВОЗ. Как их производят и от чего они защищают, узнал Евгений Кузнецов. Россия стала седьмой страной в мире, где производится четырехвалентная вакцина от гриппа по технологии полного цикла. Делают это на предприятии в Рязанской области. Препарат создают полностью из отечественных компонентов. Прежде чем сырьё попадает на производство, оно проходит полный входной контроль. Для этого на заводе есть несколько лабораторий. И микробиологическая лаборатория, и вирусологическая, и монобиохимическая лаборатория. И в каждой лаборатории она проводит анализы по своему направлению. К тому же у нас очень большую часть контроля проводит группа микробиологического мониторинга, которые находятся постоянно на производстве, и контролируют условия среды, в котором происходит производство вакцины. Создание вакцины от гриппа начинается с яиц. Дело в том, что скорлупа создаёт для куриных эмбрионов стерильную среду, в которой проще выводить вирус. Каждый день с мая по октябрь, когда на заводе пик производства, на предприятие завозят более 160 тысяч яиц. Будущие кормушки для вирусов тщательно отбирают. Возраст эмбрионов – 9 дней. Скорлупа должна быть твёрдая и чистая, мыть яйца нельзя. Все эмбрионы тщательно просвечивают, чтобы отбраковать непригодные. Это единственный процесс, который делают вручную. Затем их дезинфицируют и раскладывают под технологическим ячейком. Отобранные образцы инфицируют на специальном роботизированном комплексе. Машина делает укол в полость с жидкостью в тупом конце яйца. Каждый эмбрион заражают определённым штаммом вируса гриппа. В течение следующих 48 часов он будет размножаться под присмотром специалистов. Он выделяет вирус в волонтуизную жидкость, в белок, если таким языком говорить. И затем эта вирусная жидкость очищается, очищается с помощью солей, на определённом оборудовании фильтруется. Данный процесс протекает 4 раза, то есть 4 раза заражается куриный эмбрион штаммом. Когда все вирусы созрели, начинается самый главный процесс – расщепление. Вирусы раскладывают по полочкам, выделяя белок геммаглютинин – основу будущей вакцины. Затем все 4 штамма объединяют в одном реакторе, после чего препарат автоматически разливают в шприцы. Готовые шприцы с вакциной попадают в зону инспектирования препарата. Здесь их проверяют на отсутствие повреждений и соответствие дозе. Делают это с помощью автоматических оптических камер. За смену предприятие разливает и упаковывает до 200 тысяч доз. Вот эти коробки, например, предназначены для РЖД. Холдинг каждый год планово вакцинирует сотрудников от вирусных заболеваний и уже закупил около 190 тысяч доз препарата, который даёт иммунитет сразу к 4 штаммам гриппа. С РЖД уже работаем несколько лет, ежегодно осуществляем поставки. РЖД всё-таки самый крупный работодатель в России, и для нас это ключевой покупатель. Поэтому в будущем рассчитываем наращивать объём и считаем надёжным заказчиком и партнёром. Закрепили партнёрские отношения РЖД и дочерняя структура госкорпорации «Ростех» «Нацимбио» в июне этого года. На Петербургском международном экономическом форуме два холдинга подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволил выйти за рамки товарно-денежных отношений. Так специалисты фармацевтической компании проведут лекции для железнодорожников о значении вакцинации от гриппа. Во вторую очередь мы, безусловно, будем проводить образовательные мероприятия и для сотрудников сети РЖД медицины, для того, чтобы наши врачи, наши медицинские специалисты имели доступ к наиболее свежим, наиболее значимым и серьёзным знаниям в этой области. О важности этой работы говорят следующие цифры. Каждый год в России гриппом болеют около 35 миллионов человек. Каждый 12-й в тяжёлой форме с последующими осложнениями. Своевременная вакцинация на 80% предотвращает заболеваемость и возможные тяжёлые последствия. Евгений Кузнецов, Жанна Мясникова и Сергей Гришков. РЖД-ТВ. Рязанская область. Дни Байкала. Сделать самые прекрасные заповедные уголки озера доступными для посещения туристов и при этом защитить природу – задача не из лёгких. Но теперь в уникальном месте появилась Танхойская верста. Так назвали новую экологическую тропу возле озера, которую открыли выходные при участии РЖД. Расскажет Алексей Васюков. Протяжённость пешего маршрута чуть более километра. Танхойская верста начинается от железнодорожной станции и ведёт к административному центру Байкальского заповедника вдоль берега озера. Каждый шаг по этой тропе будет переносить нас немножко назад во время. Так, чтобы было 120 лет назад, когда Танхой был замыкающей точкой в огромной Транссибирской магистрали. Раньше этот маршрут был труднопроходимым. На берегу встречались поваленные деревья и ручьи. Теперь те, кто хочет посетить заповедник, но не имеет личного транспорта, смогут приехать на станцию и пройти по удобному маршруту. Эта тропа очень удобно замыкает кольцевым маршрутом от железнодорожной станции до центральной усадьбы. Если всё пройти кругом, сейчас через центр, то 8 километров прогулки по природной местности. Над созданием нового эколого-туристического маршрута с конца весны работали волонтёры, воспитанники железнодорожной школы и местные жители. Они сделали деревянный настил, подготовили смотровые площадки и установили информационные стенды. Теперь можно познакомиться не только с природой Байкала, но и с уникальными памятниками инженерной и железнодорожной инфраструктуры, построенными при строительстве Великого Сибирского пути. Ведь это часть Кругобайкальской железной дороги. И здесь очень много сохранилось с 1902-го, с 1903-го годов. Будки обходчиков, стрелочников – оригинальный инвентарь начала прошлого века. Всё можно увидеть своими глазами и даже потрогать. Первопроходцами по Танхойской версте стали руководители Иркутской области, Бурятии и компании РЖД. Именно холдингу принадлежит идея создания этого маршрута. Вип-гости прошли всю версту от начала и до конца. А на финише посадили ели. Деревья будут служить живыми перилами тропы. Открытие экологической тропы стало частью другого, большого проекта – всероссийской акции «Вода России». В течение нескольких дней волонтёры по всей стране собираются и чистят берега различных водоёмов. Байкал не стал исключением. Поездом сюда приехали около 200 железнодорожников-добровольцев, чтобы сделать чище самое известное пресное озеро планеты. К волонтёрам присоединился и руководитель компании Олег Белозёров. Вместе с добровольцами он избавлял берег озера от чёрных пятен. Всего их на этом участке четыре. Это не мазут, как подумали экологи поначалу. Оказалось, в этом месте плавили провода для добычи цветного металла. Людям эти пятна не угрожают, но внешний вид побережья портят. Когда тебя спрашивают, а ты лично что сделал, несмотря на то, что ты, наверное, большой руководитель, вот я могу сказать, что я был здесь, и я с огромным удовольствием вместе с волонтёрами чищу берега Байкала. Если брать больше, лично контролирую то, что происходит со стройкой. Потому что стройка здесь, она не уничтожает, она, наоборот, возвращает. Мы договорились, что мы должны вернуть чистую экологию, природу Байкала. Сегодня все строительные работы возле озера проходят под надзором экологов. Постоянно следят за состоянием воды, воздуха и почвы. А за каждое вырубленное дерево, если того требует стройка, РЖД высаживают пять. Такое отношение компании к экологии вдохновляет и её сотрудников. Добровольцы, которые навели порядок возле Танхоя, дальше поездом отправятся по кругу Байкальской магистрали, делая специальные остановки для сбора мусора. Алексей Васюков, Евгений Кузнецов, Дмитрий Вайткевич, РЖД ТВ, Республика Бурятия. С началом осени успехов в работе и учёбе. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова